В 2014 году у меня есть несколько ваших любимых пранков, но вот мне очень нравится пранк с Коломойским, потому что он там очень органичен и очень долго, так сказать, болтают с вами. Если меня спрошу, я скажу, да, я хамилю, потому что живя в ***, типа Кенчука, Лёвочкина, Януковича и Кучма, так если не будешь мимикрировать, то не выдерживаешь. Да. Ну, я тебе скажу, что вы воюете последние только полгода, а я воюю с 2002 года или 2001. Когда я Кенчуку сказал, что будешь сосать, несмотря на то, что ты лижешь, я сразу через три месяца поехал в интеграцию, потому что против него сразу там пару уголовных дел, там, ну, потом. Мне еще нравится пранк с Коломойского, потому что он как бы совершенно неожиданно, на этом такой неожиданный финал. И все-таки, поскольку у нас время с вами подходит к концу, да, я бы хотел все-таки задать вопрос, один из важных. Пожалуйста. Для вас, как для народного депутата, для человека, которого поддерживает очень огромная часть населения Украины, что все-таки важнее, вступление в Евросоюз или соленый член Бориса? Бориса какого? Путину? Годунов? Нет, Бориса, которого вы в рот брали. Ну, если вы смотрите на эти видео, про которые вы рассказываете, если о видео, которые известны в интернете, да, это такие же фальшивки, как педофилия. Нет, ну, происхождение видео. Это называется черные технологии. Когда врагу, когда оппоненту нечего сказать, он начинает придумать всякую хуйню. Поэтому, если вас интересует член Бориса, можете сами попробовать, и потом мне расскажете, как. И, ну, вы достаточно долго с ним общались, насколько я помню, в 2014 году, там, вы с ним вместе бухали, вы с ним вместе разговаривали и так далее. Ну, вот, мне странно, Игорь Валерьевич один из самых проницательных людей, которых когда-то мне доводилось видеть. И, как вы думаете, вообще он очень любит развлекаться. Все, что выходит за рамки, так сказать, тривиального, его страшно развлекает. Не было ли у вас ощущения, что он вас раскусил там буквально с первой минуты и просто таким образом развлекался своим болтам? Смотри, какой-то огонь уходит. Нет? Я в этом очень сомневаюсь, поскольку вряд ли бы тогда это общение, ну, оно бы длилось около трех месяцев. И вряд ли бы оно было таким систематичным, потому что у человека... Вы же думаете, что он за три месяца вас не проверил ни разу? Нет. Ну, неужели службу безопасности? И вы не так уж похожи на Губриева, как это уже сказал? Мне кажется, мифологизируете службу безопасности как у глав государств, так и у бизнесменов. Ничего такого нет. Все эти звонки, которые происходят, да, там, вы считаете, там, есть спецсвязь какая-то, ее нет как таковой. То есть, когда главы государств созваниваются друг с другом, они набирают обычный простой городской телефон. Просто тут вопрос во времени, в дате и в номере телефона заключается. Да, он, конечно, защищен со стороны, там, куда ты звонишь, да, там, допустим, сложно прослушать разговор, телефонный разговор Белого дома. Ну, если ты находишься в США. Но они же думают, что и с той стороны звонок засекречен. То есть, они же его не проверяют. Точно так же и с Игорем Валерьевичем было. С Игорем Валерьевичем как раз никаких таких... Кто он дал его телефон? А? Кто он дал его телефон? Ну, я не могу говорить. Один из украинских политиков, скажем так, которому он звонил. А вы дружите с украинскими политиками, да? С некоторыми, да. С некоторыми, ну, мы вообще позитивно относимся к Украине. Скажем так, нас много связывает. Сколько внимания вы уделяете Украине, сколько у вас пранков украинские с 2014 года. Нет сомнений, что Украина вас интересует. И так вам дал телефон украинской политики. Потому что мы всех обзвонили уже, по сути. А что касается Игоря Валерьевича, ну да, я считаю, что вот этот разговор, который состоялся, он его раскрыл как человека, в первую очередь. Мы же его тоже, ему придавали очень много мифов, кто он такой, что он, собственно, серый кардинал. А он оказался обычным человеком. То есть мы его очеловечили, если можно так сказать. А после этого вы с ним общались когда-нибудь? Ну, пока нет. Но жизнь покажет.